Зима Зима врывается с разбегу, уран и стужа и метель, а после стелет мягким снегом на землю теплую постель и наряжает каждый кустик и в искры превращает лед и, завершив свое искусство, она вас вополя зовет. Зима позвала и вывел в поле свой трактор Яков Астаскевич. Нужно удержать снег, чтоб не унесли его ветры за 3-9 земель. Ведь еще деды говорили, много снегу на полях, вдоволь хлеба в закромах. В совхозе Завета Ильича Каннского производственного управления хорошо помнят эту старую пословицу. К началу февраля здесь задержаны снега на площади в 25 тысяч гектаров. 300 лет ждала своего часа рудная Коршуниха. Давно уже открыто это месторождение, давно названы железными окрестные горы. Теперь недолго осталось ждать. Завершается монтаж первой очереди обогатительной фабрики. Пройдет несколько дней, и обогащенная руда Железногорска отправится в доменные печи. 20-летие Каннского текстильного комбината совпало с пуском новой, третьей фабрики. Дневное освещение, постоянная температура и влажность воздуха, новейшие станки, вот что характеризует фабрику, на которой хозяйничают девчата. Наташа Евсеева работает на 24 станках. Марина Решетникова на 32. За год фабрика дает столько ткани, что из нее можно сшить три пояска для нашей красавицы земли. ПЕСНЯ 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 К сведению домашних хозяек. Эта печь не нуждается ни в дровах, ни в угле, ни в газе. Не похожа она и на обычную электрическую печь. Ее нагревает электромагнитное поле, создаваемое токами высокой частоты. Любое блюдо можно приготовить за несколько минут. Причем витамины не разрушаются, как при обычной варке. ПЕСНЯ 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 Пока печь находится в стадии испытаний, но придет время, и вы сможете купить ее в магазине. ПЕСНЯ 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 Преподаватель Михайлов ПЕСНЯ ПЕСНЯ Старший научный сотрудник Гончаров В Кызыле проходит испытание лайк по подсадному медведю. Мишка еще совсем молод, но заставляет врагов поджимать хвост. Иные собаки ограничились лаем. Иные вступали в бой, но победить Косолапова не удалось никому. Самым смелым оказался Челкаш. Судьи решили наградить его почетной грамотой. Ну а победителю достался более существенный приз. КОНЕЦ На Иркутском стадионе труд мотогонки на льду. В соревнованиях участвуют гости из Монгольской народной республики, а также гонщики Иркутской области, Капаровского и Красноярского краев. КОНЕЦ Победили иркутяне. Швец, Яровой, Сорокаумов. Победили иркутяне. Швец, Яровой, Сорокаумов. КОНЕЦ